всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука я сейчас открываю свои томаты для просушки конденсата и хочу снова продолжить разговор о формировании потому что вчерашний видеоролик про формирование ботяни люди написали еще несколько комментариев которые хотела бы пояснить сейчас покажу смотрите зачем я просушиваю это немножко про просушку видите какие они мокрые из-за того что погода холодная вот из-за разницы температур все томаты покрылись вот такой вот росой мне нужно сейчас их открыть просушить просушу пленку и снова их закрою так про формирование когда я вчера говорила что каждый выбирает свой путь формирования кто-то высокорослые крупноплодные только в один ствол формирует кто-то в два ствола я говорила что мелкоплодные можно вообще оставлять три или четыре ствола и тут же пришли сообщения которые подтвердили мои слова вот одна женщина говорит а я вообще даже крупноплодные виду и в 3 в 4 ствола потому что мне не важен размер я не хочу по килограмму там или поскольку там не достаточно 200 300 граммов поэтому я не в один не в два ствола не формирую оставляю много много плодов но они меньше весом и вот это еще раз доказывает что тут нет никаких законов нет никаких запретов каждый человек может делать так как он хочет а я рассказываю вот для новичков только о том какие способы возможно потому что некоторые не задумываются что а можно еще вот так а можно еще вот так прочитают что например высокорослые индетерминантные сорта в теплице рекомендуется выращивать только в один ствол они думают что можно только так если иначе то ничего не получится нет выращивать можно хоть как сейчас я подойду к тому же ботяне и расскажу еще несколько нюансов о формировании крупноплодных томатов хоть в теплице это хоть на улице сейчас уже не имеет значения эти методы формирования способы применяются везде все мы даже начинающие огородники знаем что способов формирования есть много можно формировать в один ствол когда вот этот главный ствол оставляем остальное все убираем можно формировать в два ствола когда вот лидирующий пасынок под первой цветочной кистью оставляем и формируем в два ствола можно формировать в три ствола можно вообще никак не формировать оставлять все но смотрите даже у формирования в два ствола есть тоже свои разновидности сейчас я приближу чтобы лучше было видно почему-то многие думают что выражение формировать два ствола это значит вот этот и вот этот оставить и вести его до самого до самого потолка во всю длину но это ведь не так вот из-за этого у нас возникают вот такие разногласия смотрите вот сегодня прочитала раз земля гельмуддинова написала если два томата в одну лунку вот как у меня высокорослые сорта то в два ствола оставлять нельзя лучше по одному но я сразу по трамзеле могу хочу заметить что слово нельзя тут неуместно я всегда говорю можно все но может быть не рекомендовано да но можно хоть в два ствола хоть в три ствола этому подтверждение вот комментарии предыдущей женщины которая говорит и вообще в три в четыре так что мы делаем как хотим ей тут же юрий матошин тоже с ней согласен пишет да иначе теряется смысл все а вот светлана зеленцова наоборот возразила и она нам написала что людмила канзасова это известный коллекционер томатов из латвии она советует такие вот разветвления оставлять вот называет их раздвоение ствола оставлять потому что на этих вот как раз вот на лидирующем пасынке на втором стволе закладывается тоже урожай и удаляя его мы теряем урожай я сейчас для чего я все это снимаю для того чтобы новичкам разъяснить что формирование в два ствола бывает тоже разное смотрите одна женщина написала я вот оставляю вот этот вот лидирующий пасынок вместе с основным стволом до первой цветочной кисти плодовой то есть как только она сформирует ну как она формируется это цветочная плодовая кисть после нее оставляют два листика и прищипывают казалось бы мы убираем этот второй ствол дали ему только одну вот эту вот кисть плодовую сформировать и она кстати будет такой же крупный как это все ну вы знаете что которые следующие кисти они будут более мелкие а вот нижние самые крупные только для получения вот этой нижней крупной кисти мы второй ствол вот этот оставляем казалось бы потом то не будет этих двух стволов но этот способ формирования тоже называется формирование в два ствола то есть на втором стволе мы оставляем одну а здесь у нас будет 4 есть еще один способ формирования в два ствола тут мы оставляем две кисти и прищипываем а остальные сколько вы будете там будут на основном стволе а на этом пасынке 2 на пасынке мы всегда оставляем меньше чем на основном стволе но все равно считается что это два ствола хоть он будет коротышка хоть он будет общипнутой его все равно уже если мы его оставили мы его должны называть стволом вторым стволом все есть формирование когда здесь 3 когда здесь 2 я так когда здесь один а здесь 4 и все это считается формирование в два ствола ну и последнее есть способ формирования когда мы эти два ствола ведем параллельно до самого самого конца вот сколько вырастет столько вырастет вот они тут 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 идет выше 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 и сколько вас позволит вот у нас сибирском регионе погода не позволяет кто живет в теплых регионах бывает что до самых до октября и до ноября еще завязываются томаты да они там будут помельче все поэтому когда вы где-то читаете или вы где-то слышите что вот например в теплице этот томат ну кто-то вам рассказывает я формирую высокорослый и муд терминантный крупноплодный я формирую 2 ствола тут еще не ясно как он формирует 2 ствола может быть действительно этот лидирующий пасынок после первой кисти он раз при щипнёт но все равно это считается в два ствола поэтому вести можно и в два ствола вести можно и в один ствол в два ствола полноценных в два ствола 1 будет главный полноценный а этот будет обрубуш прищипнуть вот видите сколько много вот это огородная мозаика я говорю если каждую тему раскладывать на мелкие мелкие частички и под темы это бесконечность вот этот батяня скажу сейчас про себя я его веду буду вести несмотря на то что он у меня два в лунку я его буду вести в два ствола но этот все таки я уберу пораньше вот у меня знаете сколько дорастет он дорастет у меня до конца колышка я его прищипну а главный стебель будет идти до конца ну пока сам не замерзнет все до свидания это конечно вот для наших начинающих для новичков которые иногда теряются сейчас подождите меня камера привязана которые иногда теряются у меня мало того что снимать не умеющий внук одну запчасть у меня немножко соворовала потерял и теперь камера у меня привязывается к штативу только на веревочку вы увидели в каких условиях я снимаю это смех игре перемотанная камера веревочками на бантик все но куда деваться найти не смогли он короче припрятал куда-то теперь от него ничего не добьешься вот все это вот профиль про формирование хочу сказать что да мы все формируем по разному иногда я даже с производителем готова поспорить у меня есть один томат высокорослый желтый шар он такой меленький у него плоды как очарование и там написано на пачке формировать строго в один стебель но я вот с этим полностью не согласна я его в два иногда даже в три виду потому что он мелкоплодный вот такие вот он как штраух и когда в 23 ведешь он во первых и их больше и на одном стволе кисточка и на втором и на третьем они такими как гроздьями висят как виноград а когда ведешь в один ствол он выглядит так уныло вот висит одна кисть через какое-то там внутри там через три через четыре листа ну смотришь еще одна потом еще одна и как-то выглядит жиденько жидковато я мелкоплодные томаты никогда не веду в один ствол я люблю чтобы было рясно чтобы было много мы же выращиваем для чего мы экономим место для чего мы всякого то это изворачиваемся как одна написала из кожи вон лезем только для того чтобы на маленьком маленьком участке получить как можно больше урожай как можно больше плодов и формирование кстати это один из способов который помогает нам это достичь если вы хотите ну как в таких при уплотненных посадках на маленьком участке получить большой урожай изучайте способы формирования различные методы вы обязательно найдете то что вам нужно все до свидания